Девушки отдыхают Большой-большой секрет Ночник Я чувствую, они рядом Помогите! Помогите! Все, хватит монстров Разве можно такое на ночь смотреть? Мама, да мне не страшно Можно мне еще чуть-чуть? Никаких чуть-чуть Спокойной ночи Кто здесь? Я чувствую, они рядом Ты посмотри Спит, а свет не выключил Ну и что? Как что? Это если каждый будет спать при свете На всех электричество не напасешься Наверное, каждому вспомнится такой случай Лампочка горит, а в комнате никого нет Или телевизор работает, а его никто не смотрит Кажется, что за беда? Но представьте себе, сколько на Земле живет людей И если каждый забудет выключить лампочку или телевизор То пропадет столько электроэнергии, сколько дают 100 мощных электростанций А для каждой электростанции нужны вагоны угля и потоки нефти И это топливо нужно все время добывать и сжигать Видите, как дорого отходится одна горящая лампочка? Так что не забывайте выключать электроприборы, которыми не пользуетесь Это так просто Кто выключил свет? Я чувствую, они рядом Они рядом Они рядом Ой, что это с ним? Похоже, в хоккей переиграл У него, наверное, и коньки под подушкой А электроэнергию все равно нужно экономить А-а-а! Монстры! Ты что это клюшкой машешь? Вы же не шайбы? Нолик? Симка? Это вы! А ты думал, кто? Монстры Ну, Симка еще на них смахивает Но я-то совсем не похожа Дим Димыч, а ты чего с включенным светом спишь? Я перед сном ужастики смотрел Про монстров Теперь без света спать боюсь А зачем ты их смотрел, эти ужастики? Так, побояться хотел А-а-а! Классно боишься! Тише! Соседи разбудите А мне как теперь заснуть? Придумала! Тебе нужен ночник Ночник Это светильник, который зажигают на ночь Чтобы спать было не страшно Ночник светит неярко В нем обычно стоит специальная лампочка Которая потребляет очень-очень мало электричества Такие лампочки называют энергосберегающими Фух, еле выговорила А еще бывают ночники, в которых настолько слабая лампочка Что они работают даже от батарейки Но у нас нет ночника Эх, что бы ты без меня делал? Сегодня ночью я буду твоим ночником О, смотри, туда абажур есть Спасибо тебе, Нолик, ты настоящий друг Да ладно, чего там? Нолик, расскажи мне что-нибудь А может, про мясорубку? Не-не-не, не надо Лучше расскажи что-нибудь про добрых фиксиков А-а-а, ну слушай Давным-давно наш дедус работал в старинных часах И можно ему было починить одну маленькую деталь Ну, не совсем маленькую Ну, и не деталь в общем-то А ничего нет изнутри Утюги, моторы Телефоны, МП-3 Прочие приборы Без них часы не ходят Без них не светит свет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Степлер Дим Димош перехватывает мяч Он робко обыгрывает соперника Впереди в игру Калкипец забирает от страха Дим Димыч Прекрати пинать мяч У тебя концерт в школе через полчаса Я не буду снова гладить твой костюм Ладно, мам Давай еще разок, а? Простите, ребята Мама запретила мне пинать мяч Но не запретила кастать его Дим Димыч Твои штаны Это же мои концертные брюки Да, это серьезно Но твоя мама, наверное, успеет зашить? Я даже боюсь ей об этом говорить Она же меня предупреждала Есть идея! Ты хочешь скрепить шов степлером? Классно придумал! Надо попробовать Ну-ну Сейчас Стой! Что такое? Нос чешется! Все, теперь можно! Получается! Супер! Да, степлер это вещь Как интересно он работает Давай-давай, не отвлекайся Степлер заправляет специальные заготовки Состоящие из многих неотделенных друг от друга скрепочек Когда ты нажимаешь на рукоятку Железный зубец отщипывает одну скрепку от остальных И проталкивает в щель Скрепка прокалывает листы бумаги И упирается в твердую металлическую пластинку На ковалье Усики скрепки от давления загибаются И хоп! Схватывает бумагу И хоп! Схватывает бумагу Получается, что мы как будто шьем Только не иголкой, а степлером Так оно и быстрее! Заело! Может в нем скрепки кончились? Скрепки еще есть! Только одна из них всели застрела Дим Димыч, у тебя пять минут Хорошо, мам! Ну что, получается? Нет Давайте папуса позовем Он сильный У него помогатор Сами справимся! Дим Димыч, найди, чем можно вытолкнуть скрепку Степлер не такое уж новое изобретение Говорят, у французского короля Людовика Пятнадцатого Был степлер из золота и драгоценных камней Правда, больше одной скрепки в него не помещалось Современные степлеры гораздо удобнее Каких только степлеров не придумали люди И для бумаги, и для фанеры, и даже для кожи Ими пользуется хирург во время операций Степлер-пистолет применяется для обивки мебели А его старший брат, пневматический молоток Может скреплять даже стены домов А вот изобретение почти такое же важное, как степлер Это анти-степлер И можно вынуть скрепку, поставленную степлером Отвертка подойдет? Готится! Смотри, отвертка точно входит в щель Отлично! Протолкни скрепку Только пальцы не причини А то шить не сможешь Тыдыщ! И еще не тыдыщ Ты сначала штаны почини Все, готово! А вот теперь... Тыдыщ! Дим Димыч, ты готов? Давно... А ловко я придумал со степлером, правда? И мама Дим Димыча ничего не заметила Ну-ну, это до первой стенки А ничего нет изнутри Утюби моторы Телефоны МП3 Прочие приборы Без них часы не ходят Без них не светит свет А кто такие пиксики? Большой-большой секрет! А кто такие пиксики? Большой-большой секрет! А кто такие пиксики? Большой-большой секрет! Электрочайник Сетырек Водим Димычу, еще разок Давай, давай, еще чуточку Пять Не считается, не считается Надо до подбородка Все, больше не могу Слабак Сам ты нолик слабак Просто я проголодался, поэтому сила уменьшилась Ты рак желудка Вы, люди эти, вы отличаетесь от нас Иксиков Некоторые думают, что фиксики питаются обедками со стола людей Или еще хуже, воруют еду из холодильника Это клевета А проще говоря, бронье Фиксикам вообще не нужна человеческая еда Вы спросите, откуда же они берут жизненную энергию? Все очень просто Вся жизнь фиксиков связана с приборами Фиксики не только живут в приборах Но и ухаживают за ними Продлевают им жизнь А приборы, в свою очередь, делятся с фиксиками Частью своей энергии Вот как фиксики помогают приборам А приборы фиксикам В науке это называется симбиоз И никаких обедков Мы же не тараканы Мы фиксики Неужели ты такой большой И не можешь себе еду приготовить? Я-то могу Только мне плиту включать не разрешают А без плиты не так? Точно У нас же есть овсянка Вот Любишь кашу? Скажешь тоже Но родители говорят, что она силы прибавляет Класс! А как ее готовить? Надо Просто залить хлопья кипятком А чайник меня включать можно Стой! Проверь воду Если в чайнике нет воды, он может сгореть Вода есть Тогда включай Интересно А как чайник узнает, когда ему надо выключиться? В чайнике есть электрический нагреватель, спрятанный под его дном Если включить нагреватель, он постепенно доведет воду до кипения От кипящей воды начинает валить пар, который разогревает специальную металлическую пластину Пластина от этого выгибается и нажимает на выключатель Выходит, что чайник отключается тогда, когда чувствует, что вода вскипела Теперь понятно А зачем три тарелки? Мы с Симкой есть не будем Это не вам, а папе с мамой Сыпь сюда! Нет, сначала сюда! А я говорю сюда! А я говорю сначала ко мне! Ой, Нолик, ты где? Сейчас я его найду Ах, Симка! Она была здесь! Нолик! А он здесь! Симка! Здесь! Нолик! Здесь! А где твой ботинок? А он в каше! Заглудился! Это, наверное, твои родители! Бежим! Эй, а как же ботинок? Ничего! У меня запасной есть! Дим Димыч, привет! Мы пришли, сейчас тебя покормим Это я вас сейчас покормлю Чайник уже вскипел Мойте руки! Дим Димыч, не трогай без меня чайник Обожешься кипятком Значит, сегодня у нас на ужин Овсянка А ничего другого нет? Зачем другое? Вы же сами говорили, что каша полезна Одни силы прибавляются Ну да, говорили Теперь приходится за свои слова отвечать Ммм, вкусно? Очень! Ой, что это? А, ботинок нашелся! Что? Ничего, ничего Кушайте, кушайте, не отвлекайтесь Когда я ем, я глух и нем А кто не доест кашу, останется без конфет Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!